Фейерверки, пожары, ночной хаос. Так выглядят последние несколько дней во Франции, начиная с 27 июня. В стране продолжаются массовые протесты из-за убийства полиции 17-летнего подростка. По данным французского телеканала BFMTV, на сегодняшний день число задержанных граждан в кодешествии достигает более 660 человек, а общее количество протестующих составляет более 6000. Действительно, за период правления Макрона было несколько этапов выступления, акций протестов. Они сменяли друг друга. Сначала была мощная волна выступлений, связанная с пенсионной реформой. Пошли на определенные компромиссы в этом вопросе. Вщественные беспорядки в городах начались после того, как стало известно об убийстве правоохранительными органами 17-летнего подростка аужирского происхождения Наэля, имя которого не сообщают полностью. В машине находилось несколько человек, двое из них несовершеннолетние, в том числе и убитый юноша. Сотрудники полицейского патруля планировали проверить соблюдение правил дорожного движения. Но после того, как юноша отказался подчиниться требованию полицейских и вовремя не остановил свою машину, он был задержан. В ответ на противоправное поведение задержанного один из сотрудников выстрелил в него, смертельно ранив грудь. На кадрах, распространившихся в социальных сетях, видно, что полицейский стрелял прямо в упор. Спустя несколько часов после убийства в Нантере, в одном из пригородов Парижа ситуация начала накаляться. Протесты стали набирать обороты, продвигаясь ближе к французской столице. Протесты, они, безусловно, на этом этапе будут возникать, будут, скорее всего, даже нарастать. И насколько эффективно окажется действие французской власти, французское правительство, пока эффективность очень низкая. По словам кандидата исторических наук Института международных отношений Казанского федерального университета Романа Пеньковцева, в основном волну протестующих составляют иммигранты, а именно выходцы из Северной Африки. Число участников конфликта растет в геометрической прогрессии. Министр внутренних дел Франции Жераль Дерманен констатирует, что протестующие не только цепляли участки органов полиции, но и нападали на здания городской администрации, строили баррикады, взрывали петарды и поджигали машины. В прокуратуре Франции сообщают, что сотрудник правоохранительных органов, задержавший подростка, помещен под стражу по статье «Заумышленное убийство». Также говорят о том, что в период с 29 по 30 июня пострадали 249 полицейских. Тут два варианта развития событий. Первый вариант – это то, что Макрон примет те правила игры, которые диктуются обществом, в том числе молодежью. Если он эти правила примет, то на некоторое время он может остаться у власти. Если же Макрон на этом этапе пойдет в столкновение с интересами, то мы, скорее всего, будем видеть эскалацию напряженности внутренней во Францию, вспышки насилия по различным поводам. Ну и, скорее всего, в этом смысле вряд ли можно говорить о том, что правительство Макрона будет долго находиться у власти. Президент Франции Эммануэль Макрон на кризисном собрании с парламентом выдвинул решение о том, что готов рассмотреть все варианты восстановления правопорядка в стране, представив законопроект изменения правоохранительной системы без табу. Из-за масштабов распространения протестных движений стоит вопрос о необходимости введения чрезвычайного положения в тех регионах, где пламя разгорается сильнее всего. Также глава республики называет массовые беспорядки абсолютно неоправданными и призывает граждан сохранять спокойствие и не поддаваться провокациям. На данный момент мы не можем сделать длительных прогнозов. Вопрос о кризисном положении власти во Франции остается открытым.